Доброго времени суток! С вами Светлана. Я сегодня готовлю хворост. Для хвороста мне понадобится 2 куриных яйца, 1 щепотка соли, 1 столовая ложка водки, все это взбалтываем между собой. И понадобится мука. Добавляем по 2 столовых ложки и замешиваем тест. Тесто получается 1 столовая ложка. Вот такое тесто получается. У меня ушло 1,5 стакана граненок муки или 6 столовых ложек. Теперь подсыпаем стол мукой, скалку, чтобы ничего не прилипало. И раскатываем тесто толщиной 1-2 мм. Очень-очень тоненько. Тесто можно поделить на несколько частей и раскатывать можно сразу тесто, как вам удобно. Тесто я раскатала и теперь при помощи ножа для пиццы нарезаем на квадратики. Что мы теперь делаем? Мы берем один квадратик и с четырех сторон делаем отсечки, но до конца не прорезаем. Получается, как будто бы цветочек такой у нас. Тем временем надо также подготовить тарелку. На тарелку необходимо положить бумажное полотенце, потому что, когда мы будем жарить наш хворост, необходимо после жарки выкладывать на полотенце, чтобы брать лишнюю влагу. И теперь берем один квадратик. Поверх квадратика ложим еще один квадратик. Вот так вот накалываем, немножко надавливаем, чтобы они слиплись между собой. и еще один квадратик. Получается три квадратика вместе. И таким же образом делаем весь остальной, все остальные наши заготовочки. Необходимо раскапливать как можно тоньше, тогда хворост будет намного вкуснее. хрустящий. Масло раскалилось. Теперь берем одну нашу заготовочку и опускаем в масло. Берем деревянную палочку и посередине нашу заготовочку немножечко придавливаем. Вот такой вот хворост получается. Теперь при помощи ложечки или шумовочки аккуратненько извлекаем хворост и перекладываем на тарелочку, застеленную бумажным полотенцем. И таким вот образом будем жарить весь хворост. И вот сейчас немножечко масло стечет с хвороста. Можно хворост при желании присыпать сахарной пудрой или какао. Вот такой вот хворост получился. И обязательно получится у вас. Экспериментируйте, готовьте. И ваши любимые и родные скажут вам спасибо. Это очень вкусный хрустящий хворост. Присыпала я его сахарной пудрой и какао. Мне осталось вам пожелать приятного чаепития. Не забывайте подписываться на канал, писать комментарии, ставить лайки. И до скорой встречи. Пока-пока.